Почему мы решили уйти из качественного окрашивания, решили уйти в быстрое окрашивание? Никто не хочет долго сидеть в салонах. Добрый день. Меня зовут Осипов Денис. На сегодняшний день у меня 9 салонов, 2 академии, в которых учатся мои же сотрудники. Сотрудников у меня 300 человек. И мы года 4 назад решили стать лучшими по окраске. И на сегодняшний день наш показатель за прошлый месяц – это 2160 окрасок на один салон. Это 70 окрасок в день. Это среднестатистически 10 окрасок на мастера за смену. Хороший мастер – это 17 окрашений в день. А рекорд – 27 окрашений в день. На одного мастера за одну смену. Это потребовало полного изменения фокуса на то, как это делать. Это потребовало изменить организацию труда, разделить ее на узкие специализации. Кто-то только красит, кто-то только моет, кто-то только стрижет, кто-то только укладывает. Это потребовало изменения логистики. Вся окраска у нас в лаборатории 750 оттенков лежит. Цветов, да? Три бренда в полном объеме. И мы ничего не записываем. Мы не записываем, сколько мастер взял окраски. А как же нам учитывать пропажи, высчитать на клиента? Мы сделали очень просто. Мы сделали фикс прайс. Любое окрашивание любой сложности стоит 2 890. Мастер может взять краски столько, сколько хочет. Мы просто считаем, сколько краски мы заказали за предыдущий месяц. Делим эту сумму на количество окрашиваний. И получаем, что на следующий месяц средняя стоимость окраски будет 850 рублей. С любого клиента. Ну и это потребовало изменить систему обучения. Значит, почему мы решили уйти из, скажем так, из качественного окрашивания решили уйти в быстрое окрашивание. Потому что мне кажется, что экономическая ситуация, которая на сегодняшний день в стране, она связана с тем, что снижение покупательной способности населения, снижение ВВП на душу населения и санкции-контрасанкции. Поскольку санкции в ближайшее время отменяться не будут, то и быстрого роста ВВП, там на уровне 6%, нам ближайшие 5-7 лет не светит. Может 10. Соответственно, ВВП на душу населения у нас будет 1-2-3%, что будет отражаться на снижении покупательной способности населения. Соответственно, в этот момент будет двигаться, как только перевалит за 5%, опять будет расти дорогой сегмент. До этого, на мой взгляд, будет расти эконом-класс. И если мы поговорим о тенденциях рынка, то мне кажется, одной из главных тенденций рынка вообще является снижение качества. Глобальное снижение качества во всех сферах. Например, автомобили. Вот мой отец покупал себе автомобиль Москве 408. Он на нем отъездил 25 лет и хотел его завещать мне. Когда я сейчас покупаю автомобиль, у меня в голове не задерживается, что я на нем буду ездить больше 5 лет. Вот я покупаю автомобиль, я знаю, что через 5 лет, ну может максимум через 7, это если, нет, ни разу не было, по-моему. Через 5 лет я его продам. Если мы посмотрим на обувь, то вспомните, вы, наверное, все помните, как мы каждую весну, каждую осень набивали обувь газетками, чем-то там мазали и засовывали на антресоли. Сейчас этого нет. Сейчас мы относили обувь, сезон выкинули. Мы идем и покупаем вещи в Ашимдеме, в Заре, в Бершке. И это одежда одноразового пользования. Мы покупаем телефон. У кого телефон в этом зале больше 5 лет? По-моему, только у меня. Где-то около этого. Мы покупаем телефон себе на 2 года, при том, что отдаем за него почти 70 тысяч. И мне кажется, что тенденция связана, особенно на нашем рынке, с увеличением скорости. Никто не хочет долго сидеть в салонах. И надо сделать так, чтобы обслуживание в салоне было быстрым, но при этом крайне модным. Это можно сделать только за счет, ну, не только за счет, я это решил делать, только за счет специализации. И прокачивание людей в специализации высокого уровня. разнообразие модельного ряда. И это опять же касается всех других брендов. Нам нужно высокое разнообразие модельного ряда. Это значит, что должна быть высокий уровень модности. Вы можете пока слушать мою презентацию, открыть Осипа в студии Инстаграм и увидеть, какого уровня модности мы делаем окрашивания, при том, что делаем их 70 в день на салон. У нас не бывает клиентов, которые подкрашивают корни. Ну, потому что у нас фикс прайс и к нам приходят за интересными окрашиваниями. Мы являемся таким молодежным брендом. Должна быть высокая сменяемость коллекции. То есть коллекции должны обновляться крайне часто. Это значит, что надо заставлять мастеров постоянно переучиваться, делать очень модные, смелые, интересные вещи. А почему нужна смелость и креативность? Потому что если мы делаем некреативные работы, то они не выделяются на общем рынке. Мы делаем то же, что делают все остальные конкуренты. Чуть более качественно или чуть менее качественно, чуть с более высоким уровнем сервиса и впечатлений или чуть с меньшим уровнем сервиса и впечатлений. Ну и, как я уже говорил, поскольку кризис, он, правда, вяло такой, очень сползающий, то мы с вами будем видеть разделение на мужчин и женщин. То есть чем выше благосостояние в обществе, тем более унисексная мода. Тем как бы выше уровень кризиса, тем более разделенная гендерная вот эта вот. Поэтому и появились такие салоны, как барбершов, пилки. Вот это все салоны с узкой специализацией. Вот у нас пилки и кисточки. Это ногтевой сервис. Куда, на мой взгляд, уйдет эконом-класс? Эконом-класс уйдет в высокую модность. Вот у вас в Москве есть такая столовка грабли. Это такая вот с одной стороны столовка, с другой стороны какой-то такой симпатичное, красивое, модное место. У нас это маркетплейс. Это тоже вот такое нечто среднее между еда ресторанного типа в столовом, в столовском таком формате. Извините, я тут с микрофоном немножко. Так. И конкуренция. Для того, чтобы выигрывать конкуренцию, надо всегда отличаться от рынка. Для того, чтобы отличаться от рынка, надо делать то, что противоположное, что делает основная масса. И в то же время находиться в тренде. Вот я абсолютно согласен с предыдущим оратором, который рассказывал про то, что нельзя продавать хорошее, нельзя продавать все виды парикмахерских услуг, нельзя ставить цена от там двух с половиной тысяч. Никому не нужен высокий уровень сервиса. А что же нужно вместо этого? Вместо этого надо продавать не все виды парикмахерских услуг, а говорить, мы лучшие в окрашивании. И приложить все усилия на то, чтобы быть в окрашивании лучше, чем остальные. Как это сделать? Мы берем и, например, мы хотим быть лучшими по блондинкам. Мы работаем на компании L'Oreal. И поэтому мы отправляем своих мастеров на все тренинги по блондинкам в компанию L'Oreal, в компанию Schwarzkopf, в компанию Londo, в компанию Stel, в компанию Matris, в компанию... Какой еще я там забыл? Londo и так далее. На все бренды. Мы отправляем на все бренды учиться красить блондинок. И тогда они действительно будут хорошо красить блондинок. Для этого надо устроить соревнования между ними ежемесячно про то, кто лучше покрасит блондинку. Кто быстрее покрасит блондинку? Кто сделает из черного блондинку? Кто сделает из черного блондинку за 4 часа? Кто сделает из черного блондинку за 2 часа? Следующая тенденция – это либо фикс прайс на все услуги, которые неопределенные, или цена до. Не когда мы говорим цена от такой-то суммы, а когда мы говорим цена до такой-то суммы. Что делает администратор в любом салоне красоты, когда ему звонят и спрашивают, сколько будет стоить милирование? Он говорит, ну в зависимости от длины и густоты вашей волос, ну если мы будем тонировать вот этой краской или возьмем вот этот бренд, ну возьмете 7000, не ошибетесь. Он назначает максимально высокую цену, чтобы ему не попасть в неприятную историю. Тем самым отпугивая максимально большое количество клиентов. И следующая тенденция – это создавать впечатление и управлять эмоциями. И как говорил руководитель Чоп-Чопа, надо идти от негатива к позитиву. Управление эмоциями – это умение делать так, чтобы клиент во время обслуживания испытывал разные эмоции и не всегда положительные. Но в конце выводить на позитив. Точно так же, как мы приходим в кино, на любой американский фильм. Там есть моменты, когда нам весело, грустно, мы пугаемся, мы размышляем о смысле жизни. И нашими эмоциями управляют. Они не хотят, чтобы во время обслуживания мы испытывали одни и те же эмоции. Когда мы приходим в цирк за впечатлениями, нам меняют номера. Клоуны, канатоходцы, фокусники. Нас заставляют испытывать разные эмоции, восхищаться разными вещами. И мы занимаемся тем, что во время обслуживания пытаемся управлять эмоциями клиента. Мы выставляем график эмоций, которые он должен испытывать во время обслуживания. И как эти эмоции заставить человека испытывать. Мы учим мастеров флэрингу. Флэринг – это бармены, которые подкидывают бутылки, ловят их. То же самое делают мастера с кистями, мисками, красками, ножницами. Это не имеет отношения никакого к качеству работы. То, что я красиво кручу ножницы или то, что я поймал бутылку с оксидом. Но это имеет отношение к созданию впечатления. К созданию театра в обслуживании. Так, а сколько у меня еще времени? А? Сколько у меня еще времени? Еще 15 минут. Отлично. Я видел, что все предыдущие ораторы не укладываются во времени, поэтому решил гнать и немножко это самое. Да. Вопрос. Можно дать микрофон? Да, 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 сейчас, секунду. Всем здрасте, Денис, здрасте, еще раз. Вы знаете, тема вашего выступления называется… Мотивация. Как замотивировать команду мечты. Да. Ну вот ничего не услышала про это. Да. А я просто нетерпеливый человек, хочется все и сейчас и сразу. Просто можно как-то вот… Я тогда положу кликер. Я когда ехал, я эту презентацию сегодня утром в поезде писал, поэтому буду рассказывать про мотивацию без слайдов. Да. Вот. Первая вещь – это репутация. Для того, какая репутация у студии Осипова. У студии Осипова репутация модного места, где можно научиться работать. Мы тратим приблизительно полтора миллиона в месяц на обучение сотрудников. Соответственно, к нам приходят люди, чтобы научиться. Соответственно, они молодые. Соответственно, это амбициозные. Потому что амебы не хотят учиться. Амебы хотят прийти, постричь, уйти. А нам нужны люди, которым интересно. И для этого мы превращаем студию Осипова в некий клуб. Для этого мы выезжаем с палатками. Для этого мы устраиваем массовые съемки на конкурсы. Для этого мы устраиваем вечеринки. Следующая вещь – это цели. Каждый сотрудник, приходя в компанию, ставит перед собой цели на пять лет. Цели могут быть как в рамках компании, так и вне рамок компании. И наша задача является помочь человеку достичь его цели максимально быстро. Если он хочет открыть свой салон, мы прикладываем усилия, чтобы он открыл свой салон. Что мы получаем благодаря этому? Мы получаем благодаря этому мотивированного человека, который готов браться за многие проекты совершенно бесплатно. Что это значит? Это значит, что ты хочешь быть организатором, организуй конкурсы, организуй обучение, организуй привлечение клиентов, организуй выезд, организуй порядок на мойке, организуй заказ. И человек, он делает это для того, чтобы достичь цели быть директором салона. Ты хочешь быть директором салона? Тебе клиенты нужны? Ты должен научиться привлекать клиентов. Ты должен научиться организовывать какие-то процессы в салоне. И он готов это делать. Значит, следующая вещь – это карьеры. Она более мелкая. У нас 17 или 19 категорий мастеров. Это запутанная и понятная история для клиента. Чем выше категория, тем выше цена. Самая дешевая цена – это 450 рублей за стрижку с укладкой. И 19 категория – это 3,5 тысячи за стрижку с укладкой. В чем основная идея? В том, что… 5 минут. В том, что мы… Сейчас. Основная идея в том, что каждая следующая категория имеет больше клиентов, чем предыдущая. То есть в целом на рынке есть эконом-класс, и в нем 10-15 клиентов на мастера. Есть бизнес-класс, и в нем 5-6 клиентов на мастера. Есть элитка, и в нем 2-3 клиента на мастера. Что мы сделали? Мы сделали так, что для того, чтобы перейти с первой на вторую категорию, надо обслужить 55 клиентов в месяц. Со второй на третью подорожать, надо обслужить 60 клиентов в месяц. С третьей на четвертую – 70 клиентов в месяц. С четвертой на пятую – 75. С пятой на шестую – 80. Ну и так далее. До 130 клиентов. На 130 клиентах в месяц мы как бы вот эту планку останавливаем. Если человек на протяжении трех месяцев не справляется с данной нормой, он автоматически понижается. Каждое понижение – 200 рублей. Ну или повышение – 200 рублей. Что это дает? Это дает четкое понимание, что мне надо делать для того, чтобы моя цена росла. И сколько клиентов мне надо обслужить. Клиенты считаются за три месяца. Сейчас смотри. Если мы берем среднестатистически, то в эконом-классе больше клиентов, а в элитке меньше клиентов. У нас наоборот. Потому что для того, чтобы тебе перейти, тебе с каждым разом надо обслуживать все большее количество клиентов. Клиент больше платит. У того, кто дороже стоит. У того, кто дороже стоит, больше клиентов, и клиент больше платит. И, соответственно, больше зарплата. Он подорожал. У него упало количество клиентов. Но для того, чтобы ему перейти на следующий шаг, ему надо перевалить за предыдущую черту. Следующая история – это виды карьер. Это можно стать тренером, можно стать руководителем проектов, можно стать топ-стилистом, можно стать директором, и можно стать совладельцем. Вот есть пять видов. И каждый вид требует разных навыков, которые человек ставит перед собой. И мы ему говорим, что для того, чтобы сделать вот это, тебе надо сделать вот такие действия. Помимо работы в салоне. Это действия направлены либо на обучение сотрудников, либо на то, чтобы взять на себя проекты, либо, когда ты побыл лидером проектов, сделал несколько проектов, ты можешь стать директором салона. И человек видит, что его эксплуатируют ради него. Следующая вещь, последнюю сейчас скажу, это приобщение к общей большой цели. Мы всегда хотим быть лучшими. До этого мы хотели быть лучшими в качестве, когда-то давно. Мы хотели делать самые качественные работы. Мы очень много внимания уделяли. Сейчас мы хотим быть компанией номер один в мире по окраске. Вот, это разбито на абсолютно четкие показатели. Вот. И когда люди приобщаются к чему-то большому, им хочется этим заниматься. Они вовлечены в создание, не в то, чтобы заработать себе 60, 70, 100 тысяч, а в то, чтобы увеличить, жить интересной жизнью. Вот. Я ответил на ваш вопрос? Давайте еще парочку вопросов. Можно? Все? Один? Давай. Да. Да. Ну, голову моет человек. Да. В этом случае у мастера меньше шансов уйти, меньше шансов забрать с собой клиентов. Они меняются? Нет, они в идеале, они не меняются. То есть, если ты специализируешься на окраске, ты 3, 4, 5 лет красишь, становишься лучшим в колористике. Нет, с мытья головы все уходят довольно быстро. Ну, здесь у нас не до конца понятно, потому что мы открыли вот эти салоны с разделением труда год назад. И они показывают пока очень хорошую тенденцию. И мне она нравится. Люди, приходящие на мойку, они месяц помыли голову, потом еще учатся рассушивать волосы, а потом переходят на ту зону, в которой они хотят работать. Достичь, сдать определенное количество экзаменов. Да. Не слышу. Погромче. Извини, не слышал. Про возврат, правильно? Есть ли возврат? А, брак в работе. Сейчас. Это еще. Рекламные слоганы нового поколения. Мы не возьмем ни копейкой больше, чем заявленная сумма. Если вы скажете, что вам не нравится, мы вернем деньги сразу и немедленно. И три часа или бесплатно. Окраска любой сложности. Я ответил на этот вопрос? Спасибо. Все, спасибо огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!